Здравствуйте,друзья,уважаемые подписчики моего канала. Очередная радость у нас огромная. Появился еще один друг, еще один станок в мастерской. Я не знаю, когда наступит тот момент, когда мастерская перестанет их вмещать. Хочет спрыгнуть он у нас проказник. Надо этим делом заняться. Надо кое-что подставить. У меня была стратегия, но я ее забыл. Так он не пойдет. Правда, все же терзают меня смутные сомнения, выдержит ли плита все три станка. По-любому, когда-то придется расширяться и придется разносить все станки по разным местам, по разным углам. То, что два станка, например, фрезерных, это даже мало, ребята. Потому что вот вы представьте, чтобы удобно было работать на фрезерных, нам нужны тиски. Нам нужны различные делительные устройства, может быть даже долбежная головка будет становиться на станок. И если станков много, можно все это разделить по разным местам, по разным станкам и удобно пользоваться. Не надо менять местами, потому что, например, если захочется поставить делительную головку на стол, придется открутить тиски. Тиски обычно выставляются, чтобы все в параллель ходило относительно губок и каждый раз тратить на эти процедуры очень много времени не хотелось бы. Опять же, если захочется воспользоваться горизонтальным шпинделем, придется снять вертикальную головку. Если захочется воспользоваться долбежной головкой, опять же, придется снять вертикальную головку. Ее тоже нужно выставлять параллель относительно стола и так далее. Короче говоря, токарный станок может быть один, а фрезерных желательно иметь целую кучу, целый пар. Но можно и одним справиться, если постоянно бегать, все менять. Вот видите, сколько всевозможных приспособлений для этого существует. Как раз таки станочек с приданным и все это можно сказать для него. Это делительная головка, она новая. Правда, она немного разобранная, но видно, что она абсолютно новая внутри. Шестеренка не работавшая. Правда, вот тут маслица отсутствует и она уже начала подгнивать. Еще на ней отсутствует делительный диск. Хорошо, хоть усы есть и отсутствует патрон. Патрон у нас прикручивается вот сюда на резьбу. И, кстати, и планшайба отсутствует соответственно. Не знаю, может еще какие-то мелкие детали отсутствуют, но делилка абсолютно новая и греет душу. Правда, она несколько большеватая для этого станка. Это УДГ 200, то есть она под 200 миллиметровые шестеренки максимум предназначены. Либо еще какие-то другие детали, где требуется деление. Далее, что у нас есть для станка? Это как раз таки долбежная головка, про которую я вот только что упоминал. Вот так она выглядит, ребята. Там стоит некий механизм кривошипно-шатунный, похоже. И он позволяет совершать вот такие вот движения, видите? Устанавливается резец и можно долбить в отверстиях пазы. Либо не в отверстиях, в общем можно делать шлицевые соединения, например внутренние. Либо внутренние шестерни для планетарных редукторов. Либо шестерни с внутренним зубом для планетарных редукторов. В общем много всяких деталей можно долбить. Самое распространенное это шпоночные пазы. Дальше у нас продолжаются делительные устройства. Такую штуковину я вижу впервые, но это тоже делительное устройство. Здесь есть храповой механизм. Можно поворачивать патрон, можно фиксировать ее. И самое главное, самое интересное, что она может поворачиваться под разными углами в двух плоскостях. То есть она может вот так вращаться и может приподниматься вверх-вниз. Потому что здесь тоже есть шарнир. Есть шарнир и есть лимбы, на которых прописаны цифры, на которых она поворачивается. Все фиксируется от проворотов и можно работать. Правда я не думаю, что можно делать какие-то жесткие детали. Все-таки штучка маленькая. Здесь вот какие-то шарниры не особо мощные. И скорее всего, жесткости маловато у этого делительного устройства. Но есть более мощная, еще одна делительная головка. Она меньше, чем у ДГ-200, это у ДГ-160, насколько я понимаю. Маленькая делительная головка с гитарой. То есть фактически здесь полный комплект. Правда задняя бабка для нее такое ощущение, что большевата. Возможно, это от УДГ-200 задняя бабка, а на нее задней бабки нет. По крайней мере, у меня такое ощущение складывается. Она хоть и вверх-вниз опускается, приподнимается. Здесь есть какой-то люфт у нее и можно настраивать по высоте. Но все-таки мне кажется, это от более крупной делительной головки. Но зато есть шестеренки для гитары и можно ее завязывать со станком, завязывать с подачами. То есть шестеренка ставится на вал от станка, снимается маховик. И когда мы даем подачу, она здесь вращается, передает вращение на гитару. Гитара передает вращение на делительную головку. Получается кинематическая связь и делительное устройство. И в конце концов патрон, в которой зажата деталь, проворачивается на определенный угол в зависимости от подачи станка. Можно всякие различные вот такие винтовые пазы фрезеровать с определенным углом. Возможности нереальные. Правда, сложно это все высчитывать, настраивать. Нужен некий опыт и некое образование в этом плане. Но я думаю, можно постигнуть, если почитать литературу. Далее, из интересного забрали резистор. Не знаю, что-то он мне так понравился. Резистор очень крупный. В моей мастерской постоянно идут какие-то эксперименты с электричеством. И он будет пригождаться по-любому. То есть здесь их как бы два. Можно использовать сразу два, можно использовать один. Вот так вот оно здесь регулируется. Что-то раньше легче было, как-то сейчас подзаступорилось. Ну может быть неудобно просто лежит. И еще одна интересная штука, от которой я просто без ума уже, это термопара с прибором. Интересно она тем, что она работает без электричества. Можно просто взять, кончик положить на печь. И смотрим, что происходит. Пошел рост температуры. Термопара вырабатывает минимальное электричество, напряжение. А этот прибор его просто замеряет и показывает. Здесь уже все откалибровано. Мы пробовали до 600 градусов. Печка нагревает вот в этой верхней точке. Давно я не снимал обзоры на станочное оборудование. Но у меня сегодня праздник и решил сделать это. Плитку такую давно искал. ОСП плита довольно-таки крупных размеров. Это я не знаю, что такое. Наверное, нож какой-нибудь от гильотины. Но он очень точно отшлифованный и годится как поверочная линейка. Либо можно, например, распилить на две части и будут две крутейших параллели для фрезерного станка. До сих пор у меня отсутствуют нормальные тиски на станках. То есть те, что у меня есть, они очень крутые, но они с заездами. Здесь вот профрезерованно некрасиво. Но они крутые тем, что поворачиваются по-всякому и вокруг своей оси и вверх-вниз под углом. Основная мелочевка фрезы, дисковые фрезы. Шомполы и конуса в шпиндель. Конуса, конечно, очень нужная вещь. Каждый имеет свою функцию. Этот, например, под конуса Морзе 4. Этот под дисковые фрезы и так далее. Каждый имеет свою функцию. Либо сразу идёт с цанговым патроном. Вот это маленький цанговый патрон. Выполнен, конечно, очень качественно вот этот элемент. Ну и сами цанги. Очень маленькие. Это, например, под 1 миллиметровую фрезу. Представляете, на таком гигантском станке делать что-либо 1 миллиметровой фрезой. Вот так это будет выглядеть. Ну и большой патрон в комплекте, под который есть гигантские цанги под большие фрезы. Вплоть до двадцатки. Цанги реально огромные по ширине с ладошку. Большие крупные цанги. Это плюс. И есть большие крупные скоростные фрезы под пластины. Думаю, тоже пригодятся. Я любитель использовать такие фрезы. Можно делать плоскость. Вот этой прям вообще большую плоскость можно делать. Можно даже фрезернуть стол стола. Но я думаю, не стоит это делать, потому что потом придется долго и нудно шабрить его. Хотя здесь есть, видите, не очень красивые места. Ну что делать? Почему-то все столы у меня какие-то ушатанные. Я уже даже пытаюсь купить новые столы, но пока не могу найти. Все равно они либо ушатанные, либо не подходят для моих станков. Так, ну что же тут еще интересного? Это поворотный столик. Все вы знаете, что это такое. Крутим за ручку, столик поворачивается на определенный угол. Здесь есть градуировка. Все это дело можно поворачивать. Синусный столик. Вон подтиски. Такое ощущение заточен. Но опять же, здесь можно точно выставить угол наклона и потом фрезеровать под углом. Поставить большие тиски можно сюда и заниматься. Это предметный столик от микроскопа. Не знаю, где я его буду использовать. Немного люфтит, может конечно так и должно быть. Наверное, на станочное оборудование, даже на ювелирное, он не особо подходит. Слишком он жидковат. Хотя, может быть, можно убрать люфты и куда-то использовать. Есть такие вот фрезы. Никогда таких не видел. Супер тоненькие. По 0,2 миллиметра некоторые. Круто, круто, ребята. Вот он весь улов. Ах да, самое главное не показал, это печка. Теперь можно делать даже взрослую закалку. Муфельная печь, рабочая, хорошая, качественная. Сюда как раз таки и вставляется термопара для контроля нагрева металла. Есть специально созданное отверстие для этого. Кстати, оно сквозное, есть и с другой стороны. Вот такой обзор, друзья. Приобрел все это дело за 70 тысяч рублей вместе со станком. Приобреталось все это дело по дружбе. То есть это не так с бухты-барахты я нашел. С бухты-барахты могут только барыги вот это найти и начать продавать по диким ценам каждую отдельную деталь. С этим, я думаю, вы все сталкивались и много-много раз. Но вот по дружбе можно приобрести за не особо большие деньги. Вот как-то так. Ну вроде бы все рассказал об этом. Теперь хочется затронуть еще одну очень важную тему. Отвлекусь немножечко от видео, чтобы сделать важное заявление. Участились случаи взлома каналов блогеров и мои друзья с канала Чернега Роуз как раз таки попали под эту раздачу. У них взломали канал и пришлось удалить все видео, потому что они уже не могли рулить на нем и все шло к тому, что... Ребята начнут монетизировать этот канал, а владельцы давай до свидания. Представляете, как люди хотят легко работать, легко зарабатывать. То есть Женя со Славиком несколько лет развивали-развивали все это дело. И пришли какие-то казачки интересные, взломали и все вуаля, пожалуйста, они на коне. Я, конечно, просто в шоке этого, в шоке от нашей незащищенности. Поэтому, ребята, призываю вас, кто был подписан на канал Чернега Роуз, подписывайтесь обратно. Ссылочку отдам на новый канал. Ну и кому интересна станочная тематика, кому интересно смотреть видосы про станки, тоже подписывайтесь. Будет интересно. Это самый ламповый в ютубе канал по этой тематике. За три часа работы печка смогла раскачаться до 930 градусов. Довольно таки круто, на мой взгляд. Закалку точно можно будет делать с довольно-таки высоким качеством. Термопара горячая, какая она крупная. Давайте теперь заглянем в саму печь. Жестко, круто. Я давно мечтал о такой вещи. Что интересно, здесь не красная, а там красная прекрасная. Основная масса станочного оборудования, в том числе и сами станки, будут реставрироваться на моем канале до примерно вот такого состояния. Так что кому интересна станочная тематика, кто хочет узнать что-то новое, подписывайтесь на канал, поддержите лайком и бейте в колокол. Всем пока, до новых встреч!